31 мая в более чем 100 предприятиях города, ресторанах и кафе будут проведены так называемые неофициальные части выпускных вечеров школьников нашего города. И это очень важное мероприятие, и пользуясь случаем, я хочу обратиться к руководителям предприятий ресторанного бизнеса с тем, чтобы они с полной ответственностью отнеслись к проведению этого праздника. Но прежде всего касается это соблюдение технологических режимов и санэпидрежима на предприятии, обеспечения необходимым количеством горячей проточной воды, обязательно нужно провести ревизию вентиляционной системы, канализационной системы, работу проверить холодильного, технологического оборудования, то есть чтобы все температурные параметры, которые необходимы, были выдержаны, создать условия для раздельного хранения и приготовления сырой и готовой продукции. И вот все те продукты, которые будут закупаться для проведения вот этих праздников, они должны иметь документы, подтверждающие качество и происхождение. Это в первую очередь касается и заключения санитарно-педагогической экспертизы, и так называемого качественного удостоверения, или декларации вырубника, ветеринарного свидетельства и так далее. Особенно такая просьба и требование ни в коем случае не включать в меню выпускных вечеров таких опасных и, скажем, блюд повышенно-эпидемического риска, как многокомпонентные салаты с заправленным майонезом. Это такая продукция, как паштеты, заливные блюда из мяса и рыбы. Это рубленные мясные изделия, это контирские изделия с кремом. К сожалению, руководители идут для того, чтобы на удешевление проведения таких мероприятий разрешают какую-то часть продукции приносить из дома, в том числе даже продукцию домашнего изготовления. Так вот я хочу подчеркнуть, что категорически запрещается принимать любые продукты домашнего приготовления, а также вообще любую какую-то продукцию, купленную где-то, что-то, в том числе алкогольные напитки. Потому что руководитель принимает эти продукты, он полностью берет ответственность в себя, что было принесено, что это за продукты, откуда они взяты, каким образом они попали в это предприятие. Я понимаю, что действительно большое количество будет продуктов, готовится блюд, готовятся торжества, это будет большая нагрузка на предприятие, но тем не менее, ни в коем случае нельзя готовить за годе какое-то большое количество продуктов и все это заранее выставлять на стол. Кроме того, ни в коем случае нельзя привлекать посторонних лиц, помогать там или посуду мыть, или там какую-то работу выполнять по приготовлению блюд, потому что это также чревато. Люди, которые привлекаются временно, они могут быть бактереносителями острых кишечных заболеваний. Также обязательно весь контингент, который участвует в приготовлении, это лица постоянной работающей предприятия, должны иметь санитарные книжки, особо личные медицинские книжки с пройденным полным объемом медицинским осмотром. При соблюдении всех требований касательно как технологии приготовления пищи, как температурных режимов, как сроков реализации, как создания необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, как для работников предприятий ресторанов и бизнеса, так и для посетителей, мы можем избежать таких неблагоприятных эпидситуаций, и, так сказать, чтобы не было зарегистрированных случаев острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений.